Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем, пожалуй, про самый интересный смартфон года, высокотехнологичный электрический самокат, а также про то, что профессионалы выступают против MacBook Pro, как утверждает Microsoft. Смартфон Honor Magic, реклама которого бренд компании Huawei дразнил нас последнее время, представлен. Благодаря изогнутому с двух сторон стеклу и изогнутому дисплею, Honor Magic получился узнаваемым. Он не похож ни на Honor 8, ни на Galaxy S7, ни на какой-то иной смартфон с подобной конструктивной особенностью. Удивительно, что Honor Magic компактный по современным меркам аппарат. Он оснащен дисплеем диагональю 5,1 дюйма. Экран выполнен по технологии Super AMOLED и характеризуется разрешением 2560 на 1440 пикселей. В основе новинки лежит однокристальная система Kirin 950. Оперативной и флеш-памяти при этом много – 4 и 64 ГБ соответственно. На тыльной стороне расположились два 12-мегапиксельных модуля камер. Фронтальная камера характеризуется разрешением 8 мегапикселей. В аппарате якобы используется аккумулятор с графеном. Производитель утверждает, что всего за 10 минут он способен зарядиться на 40%, а за 20 минут на 70%. Ничего подобного на рынке сейчас нет. Но параметры тут вторичные. На первом месте уникальные особенности смартфона. В частности, смартфон узнает своего владельца и угадывает его намерения, автоматически снимая блокировку при поднесении к лицу или показывая полученное сообщение, если владелец посмотрел на экран. Honor Magic – первый смартфон, в котором используются технологии слежения за движениями глаз, разработанные специалистами ТОБИ. В состав решения входит камера, работающая в ближнем инфракрасном диапазоне, и программное обеспечение, анализирующие получаемые изображения. В качестве ООС используется Android 6.0 с фирменной оболочкой. К сожалению, пока Honor Magic будет продаваться лишь в Китае по цене 530 долларов. Поставки должны начаться 25 декабря. Компания Xiaomi представила новое транспортное средство – электрический самокат. Корпус изделия выполнен из авиационного алюминия. Максимальный запас хода на одной зарядке равняется 30 км. Компактный электромотор разгоняет легкий самокат до 25 км в час. Интересно, что в изделии применена система регенерации кинетической энергии. Вырабатываемое при торможении энергии идет на зарядку аккумулятора. Аналогичное по принципу действия системы используется, например, в болидах Формулы 1. Mi Electric Scooter выполнен складным. Одним нажатием на кнопку всего за 3 секунды, и ручка опускается к основанию. Устройство оснащено дисковыми тормозами спереди и сзади, антиблокировочной системой тормозов и круиз-контролем. На руле самоката закреплена небольшая светодиодная фара. Еще четырьмя светодиодами представлен индикатор заряда аккумуляторной батареи. Xiaomi не была бы собой, если бы не представила пользователям возможность следить за тем, как активно используется и сам самокат, и энергия для его движения через смартфон. Новинка, оцененная в 290 долларов, поступит в продажу на домашнем рынке в текущем месяце и будет предлагаться в черном и белом вариантах. Как известно, компания Apple лишила ноутбуки Apple MacBook Pro образца 2016 года всех стандартных интерфейсов, оставив только порты USB Type-C. Для многих пользователей это очень неудобно, и им на помощь спешит компания Branch, которая разработала концентратор C Pro, сбор средств на выпуск которого стартовал на сайте Kickstarter. Концентратор C Pro занимает два порта USB Type-C и фактически держится на них. Взамен в конфигурации появляется видеовыход HDMI, три порта USB 3.0 с полноразмерными разъемами, слоты для карт памяти SD и microSD, а также разъем USB Type-C, который можно использовать для зарядки. Корпус устройства изготовлен из шлифованного алюминия, чтобы максимально соответствовать внешнему виду ноутбука. Первые участники сбора средств могут зарезервировать концентратор за 79 долларов. Неудовлетворенность пользователей новых MacBook Pro положительно влияет на показатели Microsoft. В свежем письме в блоге Windows говорится о том, что все больше пользователей MacBook Pro в последнее время переходит на Surface Book. В частности, это объясняется тем, что профессионалы разочаровались в новых ноутбуках Apple. Сегодня с Mac на Surface пересаживаются больше людей, чем когда-либо. Наша программа Trade-In для владельцев MacBook оказалась очень удачной. Люди одновременно восхищены инновациями Surface и разочарованы новыми MacBook Pro. Особенно это касается профессионалов. Это заставляет все больше людей начинать использовать Surface. Впрочем, это не отменяет того факта, что новые MacBook Pro за первые пять дней продаж принесли в четыре раза больше дохода, чем Microsoft Surface Book за весь год. На этом все, не забывайте подписываться и до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok